Поздравляю вас с победой и очень хороший завершенный бой. Как выглядел с твоей стороны? Поздравляю вас с победой. Ты удивлялся, как он хотел бороться с тобой? Нет, не удивлялся, потому что он хорош в борьбе. У него не было стойки, но он видел, что у него не было шансов. Я был намного быстрее и точнее. И то, у меня, я же говорю, бой не так, как хотелось. Это не так пошло, конечно. А так, он бился со стерлингом, с такими хорошими борцами. И никто не мог его удержать. Поэтому я знал, что он будет пробовать себя в борьбе. Нет, я не удивлялся, что он в борьбе. Я чувствовал, что это единственная шанса он получил. И с стрики, я думаю, что он решил, что он не имеет шансов. Я просто не рада с тем, как я был сегодня. И я знаю, что он в борьбе. Он бороться с хорошими ребятами, как Стерлинг. И я ожидал, что это. Но, опять же, это, наверное, не было лучшим моим выступлением. Но у нас еще есть возможность. Следующее вопрос. Обязательно, ты бы любил его в первом раунде. Ты чувствуешь, что ты должен принять в первом раунде в втором раунде, чтобы остаться в турнире? Ты уже сказал, что хотел немножко по-другому выступить. Как ты сейчас чувствуешь, что во втором бою ты будешь пытаться закончить в первом раунде? Я буду пытаться сделать все, все, что в моих силах. Буду работать в стойке, борьбе. Даже в этом бою я бы хотел в первом раунде попытаться закончить его досрочно. Делал добивание. И если бы, я думал, был бы чуть такой неопытный соперник, чуть менее, скажем, уровнем ниже, то я бы смог его добить. Просто у этого парня очень... Мы должны отдать должное его голове. Он очень крепкий, у него очень крепкая голова. Даже вот Хенри Хуфт, он мне подсказывал из трибуны, он там был недалеко, чтобы я бил его корпус, потому что голова у него очень крепкая. Я думаю, что это не лучшая перформация. И я хочу закончить первый раунде здесь. В следующем раунде, я буду готовить в первом раунде. Но я просто думаю, что этот оппонент был тоже... Он был тоже... Я не знаю, кто будет в следующем раунде. Я слышал Хенри Хуфт, который мне сказал, «Трай и хит на боте, rather than хит на боте». Но я думаю, что он будет в первом раунде. Тимур, это твоя первая пфл сезон. Есть ли кто-то, который вы получили, что вы получили четыре раза в один год? Какого-то сезона пфл сезона? Какого-то сезона вы получили? Это твой первый раз в Пфл. Потенциально четыре боя может быть в этом году. А ты с кем-то консультировался? Как подходить, чтобы четыре боя в году сделать? С кем-то из твоих команд? Нет, после этого боя мы выстроим план, как мы будем подходить к каждому бою. Просто я живу первый бой был очень тяжелый, так как психологически после рамадана, ночные тренировки, перелет две недели, пока акклиматизация, чуть вес встал. Много было причин, почему так мог тяжело пойти. И то, я думаю, даже ожидал, что может быть тяжелее. Ну, аль-хамдул-ля, чтобы главное выиграл. А дальше, я думаю, да, мы подберем свой график, свои корректировки, как пройти вот эти четыре боя. Уже три боя в этом году. Да, мы обязательно поговорим с моими тиммейтами с подходом к следующей борьбе. В этом году, с Рамаданом, это не было как планировано. Я встал в 2 недели в прошлом году, и все это было не так, как я хотел. Это было тяжело для меня тренироваться, после еды на вечеринке. Это действительно не была лучшая performance. Мы обязательно поговорим. И в следующем году, я ожидал, что полностью революция и полностью революция. Таким образом, мы смотрим, что будет происходить в следующем борьбу, в 2 месяца. И ты тренировался с Мовсаром Ивлоевым. Скажи мне о том, как твои спарринг и граффлинг с ним. Мы с ним давно по-любителям еще встречались, а так я с ним в зале пока еще не работал. Но думаю, если буду опять проходить лагерь Америка в топ-тима, то обязательно поработаем. По-моему, я вообще не получил возможность работать с Мовсаром. Он будет в борьбе и потом выйдет, или я будет в другом месте. Я его знал из прошлого, когда мы были аматюрами, и мы работали с другими. Но, да, возможно, если мы будем в Америке в топ-тиме, то мы сможем работать вместе. Спасибо. Тим, мы здесь. На обычной борьбе, когда вы пришли к ПФЛ, я уверен, что это будет когда вы начинали обновлять и рефлектируете на борьбе. Как сильно изменилось, когда вы должны смотреть остальные борьбы на борьбе, чтобы увидеть, где вы встали, после второго раунда регулярного сезона? Ты был один из первых боев. Ты уже знаешь, сколько баллов заработал, и ты знаешь, что еще сейчас бои другие будут проходить. Насколько для тебя важно следить за тем, сколько ребята другие наберут баллов, и для тебя это будет каким-то фактором, как ты дальше будешь проходить? Честно говоря, вообще без разницы. Кто пройдет, с кем попаду, с ними буду драться. А так вообще на любое буду готовиться. Я уже до этого выступал в Гран-при в России, поэтому у меня опыт есть уже чуть в этом. Это не важно, какой стендинг может быть, кто следующий противник может быть. Я уже боролелся в Гран-при стиле в России, поэтому я знаю, как это происходит, я знаю, как это может играть, и как это может менять. Поэтому это просто важно, чтобы получить следующий противник и работать над этим. Спасибо. Спасибо. После того, как у тебя есть первая борьба, что мы можем ожидать дальше в следующем турнире? Первый бой у тебя уже прошел. Думаешь, что тебя теперь можно ожидать в следующем бою или в предстоящих боях? Ожидайте фейерверки. Вот что я могу сказать. Буду делать все. Бить, бороться. Кто будет думать, что выиграет меня в борьбе, я с ним буду бороться. Кто будет думать, что мне выиграть в стойке, я с ним буду бороться в стойке. Кто будет думать, что у меня может выиграть грэплинг, я буду с ним грэплинг тоже показывать. Поэтому я готов ко всему. Если у меня есть хорошая революция и хорошая борьба, без проблем, ждите фейерверки. Я не важно, что это будет страйкер, или, знаете, фейерверки. Если у меня будет еще один фейервер, который пытается бороться с меня, он будет такой же результат. Кто я против, ждите хорошие борьбы. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok